Какое наследство оставил Борис Невзоров многочисленным внебрачным детям и годовалой дочке? 8 ноября 2020 года Елена родила Настеньку. Для женщины, которой сейчас 46 лет, это первый ребенок, а для Невзорова – третий официальный. Актер не скрывал, что у него имеются еще и несколько непризнанных им наследников. «У меня и внебрачные дети есть», – делился он с экспресс-газетой. «Наверное, не про всех из них знаю. Но некоторые мои бывшие утверждали, что именно я отец, спасибо им, что не выпячивают на телешоу наше родство, не требуют денег. Впрочем, особо больших средств у меня и нет. Претендовать ни на что, только на мои гены и на мое имя». Любвеобильный Борис Георгиевич объяснял, что обо всех этих детях узнавал уже после их рождения. «Мне говорили Бори, а это твой. Ну здрасте, а раньше ты не сказала почему». В окружении умершего артиста опасаются, что сейчас кто-то из его предполагаемых детей все же попытается объявить о родстве с ним, чтобы заполучить часть его наследства. Чего лезть-то? Что же в материальном плане оставил после себя народный артист? Незворов рассказывал нам, что единственное богатство – большую квартиру в центре Москвы, купленную на свои кровные ему пришлось продать после скандального развода со второй женой Аллы Пановой. Этот скандал обсуждали во всех ток-шоу. Деньги поделили пополам, уверял актер. «У меня старое понятие, когда-то жил с первой женой Мариной в ее квартире. Мне бы в голову такое не пришло, делить недвижимость после развода, судиться, я-то к ней какое имею отношение». Алла – другой человек. Мол, раз она вложила деньги в ремонт недвижимости, то может наполовину претендовать. Плюс половина земли на моей даче в Мамонтовке, видимо, там, где и провел продуктивный карантин актер. Ред, тоже ей теперь принадлежит. Незворов добавлял, что хотя не стал официально регистрировать отношения с последней избранницей Хрипуновой, жильем ее обеспечил. Двухкомнатную квартиру в подмосковном Долгопрудном ей купил. «Там и живем». Из слов актера следовало, что построить дружбу и даже простое человеческое общение со старшим сыном, первенцем, у него, увы, не получилось. Мой старший сын Денис с моей первой женой Мариной в Лондоне живут. Давно с ними не общался, так вышло. У Дениса другой отец, все отлично. Чего лезть-то? А Полине дочке от второго брака, 36. Она – врач отоларинголог. Растит двоих сыновей с семьей, ее муж тоже врач, но стал бизнесменом, из Москвы в Адлер переехала. Надо человеком всегда оставаться. Все три законных брака Невзорова по тем или иным причинам не сложились. Первый, с Мариной, бывшей однокурсницей по Щепкинскому училищу, и третий, с Аллой, тоже институтской знакомой, актер называл неудачными. А вот про второй, с актрисой Анастасией Ивановой, закончившейся жуткой трагедией, всегда вспоминал с нежностью. Когда их дочке Поля было девять, супругу артиста ради видеомагнитофона и золотых украшений убил наркоман. Близкая подруга Незварова, диктор Татьяна Судец, рассказала нам, что Борис Беоргиевич вопреки всем предрассудкам назвал новорожденную дочурку, появившуюся на свет в конце 2020 года, в честь погибшей супруги, Настенькой. Говорят, кровь, не вода, ну уж не знаю, признавался Невзоров в ожидании этой кроки. У меня есть моя Полина, я ее вырастил, это точно моя дочка, родится еще ребенок, а все остальные, конечно, надо человеком всегда оставаться. Если будет срочно нужна моя помощь, без сомнения помогу. Развела меня жизнь с другими детьми, что делать? И как будто предчувствую свой скорый уход, с тоской добавлял, боюсь спугнуть счастье и иногда думаю, не дай бог, все кончится. Я же в свое время перестал верить в любовь и семью после этих страданий на личном фронте. А с Леной мне хорошо, и душа у меня молодая, так и умру с юной душой.